Глава 56. История драгоценного камня Сьямантака. Одну из земель, подчиненных Двара Гадхами, правил царь по имени Сатраджит. Он был ревностным почитателем Бога Солнца и в награду за свою предность получил от него драгоценный камень Сьямантака. Этот камень стал причиной размолвки между царем Сатраджитом и Ядовами. Позже, когда Сатраджит добровольно отдал Кришне свою дочь Сатьябхаму вместе с драгоценным камнем Сьямантака, все уладилось. Благодаря камню Сьямантака не только Сатьябхама, но и Джамбавати, дочь Джамбавана, вышла замуж за Кришну. Эти два брака были заключены до рождения Прадюмны, описанного в предыдущей главе. В этой главе рассказывается о том, как царь Сатраджит оскорбил Ядовов и как он впоследствии одумался и отдал Кришне свою дочь, а также камень Сьямантака. Царь Сатраджит был очень предан Богу Солнца, и постепенно между ними завязалась тесная дружба. Довольный Сатраджитом, Бог Солнца подарил ему чудесный камень Сьямантака. Когда Сатраджит надевал медальон с этим камнем, он выглядел как второй Бог Солнца. Однажды с этим медальоном Сатраджит вошел в Двараку, и жители подумали, что сам Бог Солнца посетил их город, чтобы увидеться с Кришной. Они знали, что Кришна — Верховный Господь, и к Нему иногда приходят полубоги. Поэтому, когда Сатраджит явился в Двараку, все, кроме Кришны, приняли его за Бога Солнца. Хотя Сатраджит был известен каждому, ослепительное сияние камня Сьямантака мешало горожанам узнать его. Некоторые знатные жители Двараки тотчас отправились к Кришне, чтобы известить его о прибытии Бога Солнца. В это время Кришна играл в шахматы. Обращаясь к Нему, один знатный горожанин сказал, «Дорогой Господь Нарайна, Ты — Верховная Личность Бога. В образе всемогущего Нарайна или Вишну Ты держишь в четырех руках раковину, диск, булаву и лотос. Ты — истинный владелец всего сущего. Ты — Верховный Господь Нарайна, и все же Ты не шел во Вриндаван, став сыном Ешода Маты. Ты позволил ей связать себя веревкой, и с тех пор Ты славишься под именем Дамодара». Жители Двараки считали Кришну Верховной Личностью Бога, Нарайной, и позднее то же самое утверждал великий Шанкарачарья, основатель школы философов Майевади. Шанкарачарья учил, что Бог безличен, но при этом не отвергал его личностную форму. В материальном мире все имеющее форму создается, какое-то время существует и уничтожается, но тело Верховной Личности Бога Нарайны нематериально и потому не подвластно законам этого мира. Чтобы убедить не слишком разумных людей, которые принимают Кришну за обыкновенного человека, Шанкарачарья говорил, что Бог безличен. Это означает, что Бог не является материально обусловленной Личностью, Он трансцендентальная Личность, и Его тело нематериально. Жители Двараки называли Господа Кришну не только Дамодарой, но и Говиндой, потому что Он с большой любовью относится к коровам и телятам. А чтобы указать на свою тесную связь с Кришной, они называли Его Ядунанданой, поскольку Он был сыном Васудевы и принадлежал к династии Яду. В заключение жители Двараки обратились к Кришне как к Верховному Повелителю Вселенной. Они называли Кришну разными именами, гордясь тем, что живут в Двараке и могут видеть Его каждый день. Когда Сатраджит вошел в Двараку, все горожане преисполнились гордостью от сознания того, что к Кришне приходят даже полубоги, хотя Он живет в Двараке, словно обычный человек. Они сообщили Господу Кришне, что к Нему направляется Бог Солнца, излучающий ослепительное сияние. Для жителей Двараки появление Бога Солнца в их городе не было таким уж удивительным событием, ибо все обитатели Вселенной, искавшие встречи с Верховной Личностью Бога, знали, что Господь родился в династии Яду и живет в Двараке как один из Ядовов. Жители Двараки были очень рады этому. Услышав речи своих подданных, Кришна, вездесущий Верховный Господь, улыбнулся. Довольный жителями Двараки, Он сообщил им, что тот, кого они называют Богом Солнца, в действительности царь Сатраджит, явившийся в Двараку для того, чтобы показать свое сокровище, драгоценный камень, подаренный Богом Солнца. Сатраджит, однако, не пошел к Кришне, Он был целиком поглощен мыслями о драгоценном камне. Он поместил камень в храме и пригласил брахманов, чтобы они поклонялись Семантаке. Это пример того, как неразумный человек обожествляет материальный предмет. В Бхагавадгите сказано, что неразумные люди поклоняются полубогам, сотворенным в этой вселенной, потому что хотят как можно скорее насладиться плодами своих трудов. Человека, который ищет удовольствие в материальном мире, называют материалистом. Впоследствии Кришна попросил у царя Сатраджита драгоценный камень, но тот не отдал его. Он хотел поклоняться этому камню в храме. Да и кто бы ни стал поклоняться этому драгоценному камню? Камень Семантака обладал таким могуществом, что каждый день производил огромное количество золота. Есть специальные ведические меры веса, которыми исчисляется золото, в частности, пхара. Одна пхара равна примерно 9 килограммам, а один мунт — 35. Камень Семантака создавал более 70 килограммов золота ежедневно. Кроме того, в ведических писаниях сказано, что там, где поклоняются камню Семантака, не будет ни голода, ни мора, ни других несчастьй. Господь Кришна хотел показать миру, что все лучшее нужно отдавать правителю страны, и потому предложил Сатраджиту подарить драгоценный камень царю Уграсене, деду Кришны и повелителю многих царских родов. При этом Кришна сослался на то, что все лучшее следует преподносить царю. Но Сатраджит, поклонявшийся полубогам, стал очень материалистичным, и вместо того, чтобы исполнить просьбу Кришны, решил, что будет разумнее поклоняться камню Семантака и получать каждый день более 70 килограммов золота. Людей материалистичных и, к тому же, владеющих большим количеством золота, не интересует сознание Кришны. Поэтому иногда, если Кришна хочет явить им особую милость, он забирает у них все материальные богатства и делает их великими преданными. Итак, Сатраджит отказался исполнить просьбу Кришны и не отдал драгоценный камень. Некоторое время спустя младший брат Сатраджита, Прасена, желая похвалиться богатством семьи, взял камень и, повесив его на шею, верхом на лошади отправился в лес. Когда он, демонстрируя свое богатство, разъезжал по лесу, на него напал огромный лев. Убив Прасену и его лошадь, лев унес камень с собой в пещеру. Слух об этом дошел до царя-медведей Джамбавана. Он убил льва в его пещере и забрал драгоценный камень. Еще со времен Рамачандры Джамбаван был великим преданным Господа, поэтому он взял камень не как вещь, в которой очень нуждался, а как игрушку для своего маленького сына. Сатраджит был очень расстроен тем, что его младший брат Прасена не вернулся из лесу. Он не знал, что его брат растерзал лев, которого впоследствии убил Джамбаван. Сатраджит решил, что это Кришна. Желая завладеть камнем Симантака, силой отнял его у Прасены и лишил того жизни. Это подозрение переросло в слух, который Сатраджит разнес по всей Двараке. Слух о том, что Кришна убил Прасену и забрал драгоценный камень, распространился повсюду с быстротой лесного пожара. Кришне не понравилось, что его оклеветали, поэтому он решил поехать в лес и разыскать драгоценный камень Симантака. В сопровождении нескольких знатных горожан Кришна отправился на поиски Прасены и нашел его тело, растерзанное львом. Вскоре он отыскал и льва, убитого Джамбаваном, или, как его еще называют, рикшей. Было очевидно, что рикша убил льва голыми руками, без всякого оружия. Затем Кришна и сопровождавшие его жителей Двараки обнаружили в лесу широкий подземный ход, который, как говорили, вел к дому рикши. Кришна знал, что его спутники побоятся войти туда, поэтому он велел им оставаться снаружи, а сам спустился в этот ход, чтобы найти рикшу Джамбавана. Вступив в темное подземелье, Кришна увидел там сына рикши, игравшего с драгоценным камнем. Желая забрать у него камень, Кришна подошел и остановился перед ним. Когда нянька малыша увидела перед собой Кришну, она испугалась, что он отберет драгоценный камень и громко закричала. На крики няньки прибежал разгневанный Джамбаван. На самом деле, Джамбаван был великим преданным Кришной, но в гневе он не узнал своего господина и принял его за обычного человека. В этой связи на ум приходит стих из Бхагавадгиты, в котором Господь советует Арджуне освободиться от гнева, жадности и вожделения, чтобы затем достичь духовного совершенства. Вожделение, гнев и жадность соседствуют в сердце человека и мешает ему продвигаться по духовному пути. Не узнав своего повелителя, Джамбаван вызвал его на бой. Они вступили в жестокую схватку и бились друг с другом, как два грифа, которые, завидев падаль, бросаются на нее и яростно дерутся за добычу. Сначала Кришна и Джамбаван взяли в руки оружие, потом камни, потом могучие деревья, а затем сошлись в рукопашный. Перейдя, наконец, на кулачный бой, они наносили друг другу сокрушительные удары, подобные ударам молнии, и каждый надеялся на победу. Они бились без перерыва день и ночь в течение двадцати восьми суток. Хотя Джамбаван в то время был самым сильным существом в мире, от ударов Жи Кришны, градом сыпавшихся на него, силы его совсем иссякли, и члены его ослабели. Изнеможенный, покрытый потом, Джамбаван недоумевал. Кто его соперник, так яростно сражающийся с ним? Джамбаван прекрасно знал, что обладает сверхчеловеческой силой, и, почувствовав усталость в бою, понял, что его соперник Кришна никто иной, как почитаемый им Господь, верховная личность Бога. Для предных Господа этот случай имеет особое значение. Вначале Джамбаван не мог понять, кто такой Кришна, ибо его взор запоминали материальные привязанности. Он был привязан к своему сыну и драгоценному камню Сямантака. Джамбаван не хотел отдавать этот камень и разгневался, когда Кришна пришел забрать его. Тот, чье сознание находится на материальном уровне, может обладать очень сильным телом, но это не помогает ему постичь Кришну. Желая позабавиться, Кришна вступил в поединок со своим преданным. Как сказано в Шримадбхагаватам, Верховный Господь обладает всеми свойствами, наклонностями, присущими человеку. Иногда, забавы ради, он желает вступить с кем-нибудь в единоборство и показать свою силу. Тогда он выбирает одного из своих преданных, который помогает ему испытать это удовольствие. Кришна хотел насладиться поединком с Джамбаваном, но ярость его была притворной. И хотя Джамбаван от рождения был преданным, он даже не догадывался, что его соперник и есть Кришна, пока служил ему, проявляя свою силу. Когда же Кришна вдоволь насладился поединком, Джамбаван понял, что перед ним никто иной, как сам Верховный Господь. Это значит, что Джамбаван сумел узнать Кришну благодаря своему служению, ибо Кришне можно угодить, даже сражаясь с ним. Обращаясь к Господу, Джамбаван сказал, «О, возлюбленный Господь, теперь я понимаю, кто ты. Ты — Верховная Личность Бога, Господь Вишну, источник силы, богатства, славы, красоты, мудрости и самотречения каждого». Эти слова Джамбавана находят свое подтверждение в Веданта-сутре, где Верховный Господь провозглашается источником всего сущего. Когда Джамбаван признал Господа Кришну Верховной Личностью, Господом Вишну, он сказал, «О, Господь, Ты — Творец всех Творцов во Вселенной». Это изречение весьма поучительно для обычных людей, которые всегда восхищаются достижениями какого-нибудь человека с недюжинным умом. Обычных людей поражают изобретения гениального ученого. Но из слов Джамбавана явствует, что хотя ученые могут создать много удивительного, их самих сотворил Кришна. Кришна создает не одного, а миллиарды ученых во Вселенной. Джамбаван продолжал, «Ты — создатель не только Творцов, но и материальных первоэлементов, которыми пользуются так называемые Творцы». Ученые творят свои чудеса, используя первоэлементы и законы материальной природы. Но все это создано Кришной. Таково истинно научное понимание вещей. Неразумные люди не задумываются над тем, кто создал мозг ученого. Они видят лишь его чудесные изобретения. «О, Господь!» — продолжал Джамбаван. «Время, соединяющее все материальные первоэлементы, также Твой представитель. Ты — Верховное Время, в котором создается, существует и, в конце концов, уничтожается материальный мир. Помимо материальных первоэлементов и времени, есть еще те, кто пользуются ими, равно как и всеми благами сотворенного мира, и эти живые существа — Твои частицы. Поэтому живое существо не является независимым Творцом, «О, Господь!» Должным образом изучив все это, мы увидим, что Ты — Верховный Властелин и Повелитель всего. Я знаю, что Ты — тот же Верховный Бог, которого я почитаю как Господа Рамачандру. Когда мой Господь Рамачандра захотел построить мост через океан, я своими глазами видел, как океан взволновался от одного лишь взгляда Господа. А вместе с океаном встревожились и все его обитатели, киты, аллигаторы и рыбы-тимингилы. Рыба-тимингила, живущая в океане, способна проглотить целого кита. Тогда океану пришлось расступиться, чтобы Господь Рамачандра мог пересечь его и достичь острова Ланка. Сейчас этот остров называется Цейлон. О том, что Господь Рамачандра построил мост через океан, от мыса Камарин до Цейлона, и сегодня известно каждому. Построив этот мост, ты предал огню царства Раваны. В битве с Раваной ты своими острыми стрелами рассек на куски его тела, и головы его попадали на землю. Теперь я понимаю, что ты никто иной, как мой Господь Рамачандра. Никто, кроме тебя, не обладает такой несокрушимой силой, и никто, кроме тебя, не мог бы одолеть меня в поединке. Довольный молитвами Джамбавана, Господь Кришна, чтобы успокоить его боль, стал растирать его тело своей нежной, как лотос, рукой, и Джамбаван тотчас почувствовал облегчение. Усталость после жестокой схватки прошла. Затем, обращаясь к Джамбавану, Господь Кришна назвал его царем, поскольку, убив голыми руками льва, Джамбаван доказал, что именно он, а не лев, истинный царь леса. Кришна сообщил Джамбавану, что он пришел за камнем Симантака, потому что с тех пор, как этот камень пропал, глупцы порочат его доброе имя. Кришна откровенно сказал, что пришел просить у Джамбавана этот камень, чтобы разоблачить клевету. Джамбаван все понял, и, желая угодить Господу, не раздумывая, вручил ему не только камень Симантака, но и свою дочь Джамбавати, которая была на выданье. Так, в горной пещере Джамбавати была отдана Кришне в жены, и он получил драгоценный камень Симантака. Битва между Кришной и Джамбаваном продолжалась 28 дней, но жители Двараки, сопровождавшие Кришну, ждали его входа в пещеру только в течение 12 дней. После этого они решили, что случилась беда. Не зная точно, что произошло, расстроенные и усталые, они возвратились в Двараку. Все члены семьи Кришны, его мать Деваки, его отец Васудева, первая из его жен Рукмини, а также остальные родственники и обитатели дворца были убиты горем, когда жители Двараки вернулись в город без Кришны. Они всем сердцем любили Кришну и потому стали проклинать Сатраджита, ведь именно он был причиной его исчезновения. Все отправились в храм богини Чандрабхаги и стали молиться о возвращении Кришны. Довольны их молитвами, богиня тотчас даровала им свое благословение. В тот же миг там появился Кришна со своей новой женой Джамбавати, и родственники Кришны вместе со всеми обитателями Двараки возликовали. Они радовались, как радуются возвращению близких из царства мертвых. Сначала родственники решили, что сражение с Джамбаваном оказалось для Кришны роковым и почти потеряли надежду на его возвращение. Но как только они увидели, что Кришна вернулся, и не один, а с новой женой Джамбавати, они тут же устроили большой праздник. После этого царь Уграсена созвал к себе царей и старейшин. Он пригласил в это собрание и Сатраджита. В присутствии всех Кришна рассказал о том, как он получил от Джамбавана драгоценный камень Семантака. Теперь Кришна хотел вернуть его Сатраджиту. Сатраджит, однако, усыдился того, что оклеветал Кришну. Он молча взял у него камень, понурив голову и, не произнеся ни слова, он покинул собрание и отправился домой с драгоценным камнем в руках. Сатраджит стал думать, как искупить великий грех, который он совершил, оклеветав Кришну. Он сознавал, что нанес Кришне тяжкое оскорбление и должен найти средство вновь заслужить его благосклонность. Царь Сатраджит стремился избавиться от беспокойства, причиной которого была его глупая привязанность к материальной вещи, к драгоценному камню Семантака. Искренне сожалея о том, что нанес Кришне оскорбление, Сатраджит хотел загладить свою вину. Тогда Кришна, пребывающий в его сердце, наделил его разумом, и Сатраджит решил отдать ему этот драгоценный камень, да еще свою красавицу-дочь, Сатепхаму. Другого способа загладить свой проступок у него не было, поэтому Сатраджит все подготовил к свадьбе Кришны и Сатепхамы. Он отдал в дар Верховному Господу драгоценный камень и дочь. Сатепхама была так прекрасна и добродетельна, что многие царевичи просили ее руки, но Сатраджит выжидал, желая найти самого достойного зятя. По милости Кришны он решил отдать свою дочь ему в жены. Довольный Сатраджитом, Господь Кришна сказал ему, что не нуждается в камне. Лучше пусть он будет в храме, как прежде, и приносит пользу всем нам. Благодаря тому, что в Дварке будет находиться этот камень, ее жителям не придется страдать ни от голода, ни от болезней, ни от лютого холода или палящего зноя. Так в книге Баквиданты «Кришна. Верховная Личность Бога» Заканчивается глава 56-я История драгоценного камня Сьямантака История драгоценного камня Сьямантака История драгоценного камня Сьямантака